Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость связана с постановкой на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме рассматривалась конкретная ситуация, которая была связана с тем, что организация планирует арендовать помещение, которое будет использоваться в качестве помещения для переговоров. При этом следует иметь в виду, что данное помещение будет значительно отдалено от постоянного местонахождения организации. И в этой связи, понятно, у организации возник вопрос, можно ли характеризовать такое помещение в качестве обособленного подразделения. И в данном случае Минфин полагает, что, исходя из того описания, которое сделано было в письме, соответствующее офисное помещение можно рассматривать в качестве обособленного подразделения. Здесь, правда, следует оговориться, что Минфин делает не окончательный вывод, поскольку указывает на то, что для окончательной квалификации соответствующего помещения в качестве обособленного необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Вместе с тем следует заметить, что все-таки вывод Минфина, ну, мягко говоря, неоднозначный. Дело в том, что в пункте 2 статьи 11 НКРФ то понятие обособленного подразделения, которое имеется, оно увязано прежде всего с наличием стационарного рабочего места. Иначе говоря, рабочего места, которое создано на срок не менее 30 дней. Вместе с тем, на мой взгляд, вполне можно представить ситуацию, когда по соответствующему помещению, которое будет использовано для переговоров, никаких рабочих мест как таковых не будет. Ну, просто-напросто руководитель приедет, проведет переговоры, скажем, в течение 1-2 дней и уедет. И вряд ли такую ситуацию можно характеризовать как наличие рабочего места. Тем не менее, в любом случае, данное разъяснение следует иметь в виду организациям, потому что такая ситуация является нередкостью, особенно для Москвы. Многие организации, крупные из регионов, действительно арендуют помещение для переговоров в Москве. И, возможно, у них возникает обязанность по постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения. Ну, в данном случае, то есть, место, где они проводят переговоры. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok